А вы бы хотели, чтобы все окружающие также на вас обращали внимание и ваш аромат притягивал противоположный пол? Тогда давайте вместе разберемся в вопросе, как правильно выбрать духи. И в этом нам поможет рублика «В красотах деталях». У многих возникнет вопрос, а что здесь сложного? Захотела и купила. На самом деле не все так просто. Парфюм можно подобрать лишь полностью, раскрыв все его тайны и тонкости. А их оказалось немало. Именно поэтому я решила обратиться к специалисту. Какие вообще ароматы предпочитаете? Чем пользовались? Ну вы знаете, мне нравятся холодные, свежие ароматы. Не сладкие. Тем более мы идем на весну, на лето более полегче нам надо. Можно древесные тоже мне нравятся. Древесные можно, но древесные, но получается на весну, на лето слишком тяжелый будет запах. А что бы вы мне могли предложить? Можно вот что-нибудь такое холодное с цитрусом, с цветочками. Могу вам сейчас нанести? Давайте. Давайте я прямо на запястье нанесу. Он будет как свежесладкий. Там, то есть, первый нот, он будет постепенно как бы раскрываться, то есть, изначально. То есть, он будет как годовать цитрусом. Потом уже будет последовательность раскрытия аромата. Последовательность, получается, изначально там идет начальная нота, то есть, цитрус, фрукты. То есть, это вот легкие такие компоненты будут идти. Далее у них идет, то есть, нота сердца, то есть, основное, где мы будем определять, какой это будет запах. То есть, после основной ноты, то есть, ноты сердца, мы переходим на конечную ноту. Это будет то, что нам давать шлейф. То есть, он будет по стойкости 4-5 часов держаться по стойкости. И уже мы тогда определим, этот аромат нам подходит или нет. То есть, там уже будут идти шлейфовые ноты, то есть, мускус, амбра. Вот это то, что будет давать стойкость аромату. Значит, мы ориентируемся на конечный результат? Средние ноты и последние. То есть, средний – мы определяем, нам он будет нравиться или нет. То есть, это наш аромат. А в конце уже, то есть, мы уже все, конечно, выбрали, что это вот нам подходит. А как мне определить, в течение какого времени раскрываться? Смотрите. Вот первое то, что мы нанесли на наше запястье, первые ноты у нас в течение 15 минут будут раскрываться. То есть в течение 15 минут он будет легким давать, то есть легкую отдушку. Затем вслед за ним у нас идет средняя нота сердца. То есть он сразу за ним будет раскрываться после 15 минут. И по стойкости он будет держаться 3-4 часа. А после этого, после того, что мы определили, что он нам подходит, мы затем уже поймем конечные ноты. То есть 4-5 часов. В 4-5 часов он будет держаться и в среднем 6 часов по стойкости, если парфюмированная вода, 6 часов. А так бывает до нескольких суток, то есть 3-4 дня он может держаться. Если там концентрация большая, то есть если там присутствует и древесина, и ваниль, и сахарная роза, если может присутствовать, то есть такие концентрированные компоненты, то по стойкости он будет больше держаться. Если более легкий, то есть он просто будет улетучиваться, если в нашем случае легкий аромат, на весну, на лето подбирается, то он 4-5 часов, по стойкости будет. Для того, чтобы ароматы были более выраженными и понятными для восприятия, специалисты предлагают кофе, который способствует перебить предыдущий запах. А скажите, вот я знаю, что в помещении аромат пахнет? Один, на улице по-другому. Просто основным это остается, а в помещении вы можете запутаться, то есть больше трех ароматов наносить не нужно, потому что вкусовые рецепторы уже разрушаются. Для этого у нас есть кофе, который немного восстанавливает обоняние. И затем мы можем абсолютно продолжать. Даже если на улице и в помещении сравнивать, в любом случае основные это ноты мы чувствуем. Мы можем даже в помещении определить. А так, если вы сомневаетесь, можете пойти, на следующий день нужно понять, понюхать, разнюхать, так сказать, и определить, он вам подходит или не, чтобы у вас там голова не болела, чтобы вам не тошнило, чтобы понять, ваш запах это или нет. А скажите мне, пожалуйста, каковы признаки хорошо сделанного аромата? То есть нужно смотреть в первую очередь на упаковку, на производство, где его выпускали, то есть на производителя. Дальше на название того или иного аромата. Их там много в принципе. То есть если отличить поделку от оригинала, поделки там могут писать неправильное название, или буквы переставлены. Или же, кто знает, там штрих-код страны, где его выпускали, можно просто по штрих-коду определить. Дальше уже мелочи, то есть пленка, не пленка, вот это вот нужно рассматривать. Если прям досконально уже смотреть, но я это как бы обобщать не буду дальше, ну как его определять. Но основное это вот штрих-код, где его производят, ну кто знает. Можно вот по названиям, ну в принципе, ну вот по таким вот грубой ошибке, то вот название в основном. Или же вот Eau de Parfum, к примеру, да, вот название. Или Parchon мужское. Там, к примеру, пишут, вот название аромата идет, и снизу для мужчин Fomain, для женщин Fomain, то есть они могут это вообще даже в принципе не писать, это уже получается грубые ошибки. То есть элементарно нужно вот по таким вот критериям рассматривать, ну по качеству и по оригиналу. Если человек дальше сомневается, что это, ну, может, ну оригинал или ну некачество, он может просто попросить у консультанта, у администратора, я не знаю, сертификат, то есть на товар. То есть он прошел русификацию, то, что он прошел проверку и соответствует всем стандартам. То, что, ну, то есть контроль на безопасность. По таким вот критериям. А скажите, правда ли, если духи стоят дороже, тем они более устойчивы? Нет, вообще, ну, как бы, цена и по стойкости, они как бы, ну, может он стоит 5 тысяч, но по стойкости он будет как бы больше держаться. Здесь идет акцент больше на бренд. То есть какой бренд, какая упаковка, как он из чего сделан. То есть поэтому идет вот, ну, цена. То есть не по... Ну, стойкость как бы не влияет на цену. То есть если там концентрации больше, то есть именно как на духе, то есть как концентрированный парфюм, не просто парфюм, как концентрированный, то есть может быть, ну, как-то тоже может влиять. Но в основном, то есть бренд и как он из чего сделан, на упаковку. При покупке парфюма многие руководствуются только личными предпочтениями и ощущениями, нравится аромат или нет. А вот сезон, как критерий выбора, зачастую не учитывается, а напрасно. Смотрите, на холодное время, на осень, на зиму, получается, нам нужны более такие насыщенные ароматы, чтобы и стойкость холодная. Аромат быстро, в принципе, улетучится, если он легкий, как я уже говорила. То есть на осень можно такие ванильные, можно насыщенные, такие концентридревесные, можно аромат древесно-сладкие. На зиму можно такие ванильные, легкие, такие теплые запахи. А на весну, на лето уже такие более цитрусовые, цветочные, нежные цитрусы, чтобы не надоедал запах, ненавязчивый, чтобы он был. И приятно, чтобы легкий аромат, чтобы он так, ну, ориентируется вообще так. Так, цветочные, нежные цитрусы, в это вот, ну, на теплое время, а вот насыщенные древесные, ванильные, такие, ну, на более холодные, осень-зима. И напоследок несколько советов по выбору духов. Первое. Не нужно выбирать духи в большом количестве. Нужно выбрать наиболее понравившихся два аромата. И нанести один на одно запястье, второе на другое и уйти прочь с магазина. Через некоторое время понюхать запястье и один из ароматов вам по-прежнему будет нравиться, значит, вы сделали правильный выбор. Если ароматы не нравятся, снова отправляйтесь в магазин выбирать новый. Второе. Не ходите за выбором духов, если вы голодны, так как у вас может загружиться голова, и чувство голода влияет на выбор парфюма. Ну вот и все. С вами была рубрика «Красота в деталях». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!